Здравствуйте, обучающиеся! Вашему вниманию представлена лекция на тему «Субъективная сторона уголовного правонарушения». Лекцию подготовила доцент кафедры уголовного права и криминологии Карагандинской академии МВД имени Республики Казахстан имени Боримбека Бесенова, доктор философии, подполковник полиции Дюсимбаева Алия Кинжигалиевна. На рассмотрение у нас три вопроса. Первый вопрос – понятие и значение субъективной стороны уголовного правонарушения по уголовному праву, вина как основной признак субъективной стороны, формы вины, умысел его виды, неосторожность ее виды, двойная сложная форма вины. Второй вопрос – невиновное причинение вреда. Третий вопрос – юридические и фактические ошибки, их влияние на ответственность. Используемая в лекции литература Конституция Республики Казахстан. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан «Общая часть» под редакцией Боржчишвили 2015-2021 года. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан «Общая часть» под редакцией Рахметова и Рогова 2016-го года. Уголовное право Республики Казахстан «Общая часть» под редакцией Рогова и Балтабая 2016-го года. А также альбом «Схем по уголовному праву» под редакцией Мухаммадзива Нур-Ахметова Мукатова 2017-го года. ВОЗГИЧИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИ объективных и субъективных признаков к объективным признакам относятся объект объективная сторона число субъективных субъект субъективная сторона объективная и субъективная сторона уголовно про внушение по общему правилу охватывает одни и те же явления но объективная сторона включает процессы протекающие в объективном мире вне сознания действующего лица а субъективная стороны процесса, протекающего в его сознание. При теоретическом же рассмотрении возможно рассматривать отдельно объективную и субъективную сторону преступного деяния, не забывая при этом об их связи в внутреннем единстве. Начиная анализ субъективной стороны, необходимо отметить, что вопросы содержания субъективной стороны уголовного правонарушения, а точнее ее соотношение с виной, относятся к числу дискуссионных в юридической литературе. Из высказанных по этому поводу мнений можно выделить три основные точки зрения. Первое сводится к тому, что вина и субъективная сторона – понятие тождественное. Тогда Гель указывала, что точка зрения, согласно которой субъективная сторона преступления, не исчерпывается виной, а включает себя наряду с виной мотив и цель преступления, основанная на смешении субъективной стороны преступления, вины и признаков состава преступления, характеризующих эту субъективную сторону – умысел, неосторожность, мотив, цель, аффект, заведомость и другие, а также на смешении понятий содержания и формы вины. Другие авторы, в частности Демидов, Злобин, Утевский, считают, что вина включает в себя субъективную и объективную сторону преступного деяния, а также все другие существенные для ответственности свойства совершенного преступления. Третья точка зрения является наиболее распространенной, и она состоит в том, что психическое содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких иерогических признаков, как вина, мотив, цель, характеризующих различные формы психической активности человека. Остановимся на последней, поскольку именно она, как уже было отмечено, получила наибольшее распространение и разделяется подъявляющим большинство отечественных ученых-юристов. Итак, субъективная сторона преступления – это психическое отношение лица к совершаемому деянию и его последствиям. Признаком, характеризующих субъективную сторону уголовного правонарушения относятся вина, мотив и цель. Все эти признаки дают представление о том внутреннем процессе, который происходит в психике лица, совершающий уголовное правонарушение, и отражают связь сознания и воли лица с совершаемым общественно опасным деянием. Однако уголовное правовое значение этих признаков далеко не одинаково. Вина в форме узла и неосторожности является необходимым признаком субъективной стороны всякого уголовного правонарушения. Без вины нет состава уголовного правонарушения и не может наступить уголовная ответственность за совершение общественно опасного деяния. Иное значение имеют такие признаки субъективной стороны уголовного правонарушения, как мотив и цель совершения преступления. Они являются факультативными и включаются законодателем в качестве необходимых признаков субъективной стороны уголовного правонарушения лишь при конструкции некоторых составов субъективной стороны уголовного правонарушения. Так, согласно статисту 175 УК Республики Казахстан выдача государственных секретов, только тогда может быть признана государственной изменой, когда она совершена с целью подрыва или ослабления внешней безопасности и суверенитета Республики Казахстан. Правильное установление субъективной стороны уголовного правонарушения форм и ны, мотивов и целей совершения субъективной стороны уголовного правонарушения имеет большое правовое значение, позволяет отграничить преступное от неприступного, точно квалифицировать уголовное правонарушение, отграничивать друг от друга сходные по объективной стороне составы, определить степень опасности лица, совершившего преступное деяние и индивидуализировать наказание. Все это, в свою очередь, способствует осуществлению принципов законности, справедливости и гуманизма, прямо зафиксированных в Уголовном кодексе. На необходимости тщательного исследования содержания субъективной стороны уголовного правонарушения указываются фактически во всех нормативных постановлениях Верховного суда Республики Казахстан. Признаки субъективной стороны раскрываются в Уголовном законе также по-разному. В одних случаях они прямо указываются в самом тексте. Например, в статье 106 содержится прямое указание на форму вины, с которой совершено преступление, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В статье 204 Уголовного кодекса Верховного суда Республики Казахстан неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее крупный ущерб. Однако в многих случаях признаки, характеризующие субъективную сторону уголовного правонарушения, непосредственно в законе не указываются. В таких случаях соответствующие признаки устанавливаются на основе анализа объективных признаков деяния при помощи различных приемов долгования. Например, при определении состава кражи, в статье 187 Уголовного кодекса Республики Казахстан, закон говорит о тайном хищении чужого имущества. Из характера этого деяния вытекает, что оно совершается только умышленно с корыстной целью. В уголовном праве вина – это психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию и его общественно опасным последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. Вина составляет ядро субъективной стороны. Установление ответственности только при наличии вины является важнейшим принципом уголовного права. Этот принцип четко сформулирован в статье 19 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В соответствии с частью 1 статьи 19 Уголовного кодекса Республики Казахстан, лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния, действия или бездействия, и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Без установления субъективной стороны невозможно правильное решение вопроса о наличии в действиях лица состава уголовного правонарушения, а следовательно о наличии оснований уголовной ответственности и возможно правильная квалификация преступления. Наконец, без этого невозможно индивидуализация уголовной ответственности и назначение справедливого и целесообразного наказания. Уголовному праву чуждо объективное мнение, то есть ответственность без вины за одно лишь причинение вреда личности, обществу или государству. В части 2 статьи 19 Уголовного кодекса Республики Казахстан подчеркивается, что объективное мнение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается. Учение о вине является одной из актуальных социальных правовых проблем. Вина по своей природе является не только правовой категорией, но и морально-этической, применяемой при обознавании всех видов ответственности в обществе. Проблема вины, особенность ее формирования и внешнего проявления составляет предмет исследований не только правовых, но также философии, этики, социологии, психологии, педагогики и других наук. Уголовно-правовой наукой понятия вины изучено достаточно подробно. В определении вины в уголовном праве имелись различные точки зрения. Наиболее простую и краткую конструкцию вины сформулировал в свое время Пьянковский. Он писал, что вина есть умысел или неосторожность, выраженная в совершенном лицом преступлении. Отдельными авторами вина определяется следующим образом. Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им преступлению, выражающееся в форме умысла или неосторожности. Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию, его последствиям, выражающим его отрицательное отношение к интересам общества, нарушаемым этим деянием в форме умысла, при котором лицо осознает общественно опасный характер совершаемого или неосторожности, при котором лицо имеет возможность и обязан это осознавать. Вина – это психическое отношение. Понятие «психическое отношение» не является правовым, а относится к предмету науки психологии личности. Поэтому в уголовно-правовой науке содержание понятия психологического отношения определяется положениями категории, разработанной психологической наукой. В соответствии с данными психологической науки, человеку свойственны четыре основные формы психических явлений. Это психические процессы, ощущение, восприятие, память, мышление, психическое состояние, общий функциональный уровень, характеризующий активность, бодрость, пассивность, усталость, психические свойства личности, темперамент, характер, способность, интересы, воля и психическое отношение, избирательные, положительные, отрицательные. Эти психологические черты личности в науке уголовного права служат для характеристики внутреннего содержания уголовного правонарушения. Просмотрим понятие содержания умысла и его видов. Действующее уголовное законодательство предусматривает две основные формы вины, умысел и неосторожность в статьях 20 и 21 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В свою очередь умысел подразделяется на прямой и косвенной, и вентуальной, неосторожность на самонадеянность и небрежность. Также закон выделяет двойную форму вины в статье 22 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Практическое значение деления вины на формы состоит в том, что наряду с другими признаками состава уголовного правонарушения, при помощи форм вины законодатель и правосудие дифференцирует все уголовные правонарушения. Выделяясь среди них более тяжкие и менее тяжкие. Форма вины также способствует ограничению виновных деяний от невиновных. В качестве учитываемого признака формы вины фигурирует при решении широкого круга вопросов. Это категоризация преступлений согласно статье 11 Уголовного кодекса Республики Казахстан, соучастие в совершении преступления согласно статье 27 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также это назначение наказания в соответствии со статьями 58-59 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Различные формы вины отражают различные психические отношения субъекта к совершенному уголовному правонарушению, что важно для решения вопросов о его индивидуальной ответственности. Вина всегда выражается в какой-либо форме. Не может быть вины в общем без указания на его форму. Понятие умысла содержится в статье 20. Согласно этой статье уголовное правонарушение признается совершенно умышленно, если лицо его совершившее осознавало свой общественно опасный характер в ходе действия или бездействия, предвидело возможность или неизбежность общественно опасных последствий и желало их или сознательно спускало наступление этих последствий, либо относилось к ним безразлично. Таким образом, Уголовный кодекс Республики Казахстан содержится указание на два элемента умысла. Первое – это сознание общественно опасного характера действия или бездействия и предвидение возможностей или неизбежности общественно опасных последствий. Второе – это желание наступления общественно опасных последствий и их сознательное допущение или безразличные к ним отношения. Первый элемент умысла, включающий сознание общественно опасного характера деяния и предвидение общественно опасных последствий, относится к интеллектуальной сфере психики винованного. Следует при этом иметь в виду, что, характеризуя интеллектуальный момент при умысле, закон пользуется двумя различными показателями – сознание и предвидение. Лицо, умышленно совершающее уголовное правонарушение, сознает общественно опасный характер своего действия или бездействия и предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий. Сознание общественной опасности, характер своего действия, присущенное всем без исключения умышленного уголовного правонарушения и относится к моменту совершения виновным самого действия. В случае предварительной преступной деятельности, когда умысел является заранее обдуманным, лицо осознает общественную опасность своего деяния еще до совершения преступления. Предвидение общественно опасных последствий предполагает понимание виновным возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий. Предвидение, в отличие от сознания, относится к сфере будущего, к тому, что могут наступить общественно опасные последствия в результате совершения деяния. Предвидение, как необходимый признак индивидуальной стороны умысла, присущий лишь умышленным уголовным правонарушениям, при описании состава которых в законе указывается на причинение или возможность причинения конкретных общественно опасных последствий. Второй элемент умысла, где указывается на желание наступления общественно опасных последствий или сознательное допущение их наступления, а равно безразличные к ним отношения, относятся к волевой сфере психики виновного. Закон указывает на два вида этого волевого момента умысла. При первом из них лицо предвидя общественно опасные последствия своего действия или бездействия желает их наступления. При другом из них лицо предвидя общественно опасные последствия своего действия или бездействия сознательно допускает возможности их наступления или относится к ним безразлично. Таким образом, статья 20 Уголовного кодекса Республики Казахстан не только дает общее понятие умысла, но и содержит определение двух видов умысла. прямого и косвенного. Прямой умысел характеризуется тем, что лицо, совершившее уголовное право внушение, осознавало общественную опасность своих действий, предвидело возможность или неизбежность общественно опасных последствий и желало их наступления. При описании интеллектуального элемента умысла законодатель прежде всего указывает на сознание общественно опасного характера своего деяния. Сознавать это значит не только знать о фактических обстоятельствах совершенного преступления, но и воспринимать их. Предвидение общественно опасных последствий означает представление лица о результатах своих действий или бездействий. Предвидение лицом общественно опасных последствий означает предвидение не только фактических признаков наступивших последствий, но и понимание их социального значения, то есть их вредности для личности, общества и государства. Для прямого умысла необходимо также, чтобы виновный желал наступления предвиденных им последствий его действия. Желание психологически и науки определяется как целенаправленное стремление. Достигнутый при этом преступный результат является или единственной целью, преследуемой виновным, например, убийством из мести, или необходимым средством для достижения какой-либо другой цели, например, убийства с целью скрыть следы другого преступления. Косвенный умысел характеризуется тем, что лицо сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало наступление этих последствий, либо относилось к ним безразлично. При косвенном умысле лицо предвидит лишь возможность наступления общественно опасных последствий. Степень вероятности прогнозируемых последствий при прямом умысле выше, нежели при косвенном. В отличие от прямого умысла, лицо, действующее с косвенным умыслом, не желает наступления общественных последствий, они не являются ни конечной, ни промежуточной целью деяния. Отсутствие у лица желания, чтобы предвиденные последствия его действия наступили, может быть связано или с безразличным к ним отношением, или даже выражаться в явном нежелании их наступления. Сознательное допущение возможности наступления преступных последствий имеется до тех пор, пока субъект не рассчитывает на определенные обстоятельства, будь то его собственные действия, действия другого лица или сил природы, которые должны, по его мнению, отклонить наступление предвиденных ими преступных последствий его деяния. Безразличное отношение к наступлению общественных опасных последствий означает появление полнейшего равнодушия к наступлению указанных последствий, особого эгоизма и черствости виновного. Также в зависимости от времени формирования различаются от заранее обдуманной и внезапно возникшей умыслы. Заранее обдуманный умысел характеризуется тем, что между возникновением преступного намерения и его реализацией есть определенный, иногда весьма продолжительный период. В течение этого времени виновный обдумывает план совершения уголовного правонарушения, способы действия и т.д. Лицо, совершившее уголовное правонарушение с заранее обдуманным умыслом в ряде случаев, более опасно, чем лицо, совершившее аналогичное уголовное правонарушение с внезапно возникшим умыслом. Лишнесторонняя оценка всех обстоятельств по делу позволит суду правильно определить значение такого умысла. При внезапном возникшем умысле намерение совершить уголовное правонарушение возникает внезапно и ему медленно приводится в исполнение, т.е. разрыв во времени между его возникновением и реализацией отсутствует, или этот разрыв крайне незначительный. Аффектированный умысел, являясь разновидностью внезапного умысла, возникает под влиянием сильного душевного волнения аффекта. В отличие от других видов, этот умысел возникает как реакция на неправомерное поведение потерпевшего в отношении виновного или его близких. Аффектированный умысел оценивается законодателем как обстоятельства, существенно влияющие на снижение общественной опасности преступления и, соответственно, снижение наказания. Так, например, ст. 101 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения аффекта, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением или иным противозаконным или аморальным действием бездействия потерпевшего, а равно длительной психотравнирующей ситуации, возникшей в связи с тематическим правым и аморальным поведением потерпевшего. Санкция части 1 ст. 101 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок. Для сравнения отметим, что за простое убийство в части 1 ст. 99 Уголовного кодекса РФ в качестве наказания законодатель предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. В зависимости от степени предвидения общественно опасных последствий, в теории уголовного права принято делить умысел на определенный, конкретизированный и неопределенно неконкретизированный. При определенном умысле виновны предвидеть наступление конкретных точно определенных общественно опасных последствий. Определенный умысел может быть простым, когда виновны предвидеть, что в результате совершенного им деяния наступит одно точно определенное общественно опасное последствие, например, смерть против пешего, и альтернативную, когда лицо желает наступления нескольких предвидимых результатов, четко определенных общественно опасных последствий, например, смерть или тяжкого вреда здоровью потерпевшему виновному в этом случае меняется тот результат, который фактически наступил. При неопределенном умысле виновный предвидет ряд последствий, любой из которых желательно. Такой умысел чаще всего бывает при совершении уголовных правонарушений против личности, когда, нанося потерпевшему удары, преступник допускает ряд последствий, начиная от смерти и кончая причинением легкого вреда здоровью. При неопределенном умысле виновный подлежит ответственности за те последствия, которые фактически наступили. Неосторожность и ее виды Уголовное законодательство имеется значительное число различных составов уголовных правонарушений, предусматривающих ответственность за причинение общественно опасного вреда в результате неосторожной вины или неосторожного причинения вреда, отнесено к числу квалифицирующих признаков умышленных и неосторожных уголовных правонарушений. Неосторожная форма вины рассматривается менее опасной, чем умышленная форма вины. Между тем, общественно опасный вид, причиняемый неосторожными преступлениями, значительный, а по отдельным категориям преступление превышает вред, причиненный умышленным преступлением. По неосторожности может быть совершен целый ряд преступлений, известных в уголовном законодательстве. По неосторожности работников транспорта могут произойти серьезные аварии, срывы работы, железнодорожного, водного транспорта, а также автотранспорта. Неосторожность при производстве строительных работ может повлечь человеческие жертвы. Неосторожное обращение с огнем во взрывоопасных цехах может причинить громадный материальный ущерб и также стать причиной гибели людей. Согласно статье 21 Уголовного кодекса Республики Казахстан, уголовное правонарушение признается совершенно по неосторожности, если лицо его совершившее предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных тому оснований легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя при должной внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. В отличие от умышленных уголовных правонарушений, неосторожных преступлений не содержится волевая направленность достижения тех последствий, которые наступили, то есть последствия не связаны с целями субъекта уголовного правонарушения. Однако общими для умышленных и неосторожных преступлений является отрицательное отношение виновных к требованиям общества. Совершение неосторожных преступлений объясняется главным образом недисциплинированностью, обеспеченностью, расхлябанностью отдельных лиц, их пренебрежительным отношением к правилам предосторожности к жизни и здоровью окружающих и внимательным отношением к выполнению своих профессиональных обязанностей, принятия на себя функций, которые виновны из-за отсутствия должной квалификации, опыта, образования или состояния, которые не способны осуществлять. В законодательное определение неосторожных уголовных правонарушений, как это видно, построено в плане материальных составов, как психическое отношение лица к общественно опасным последствиям. В этой связи представляется, что определение не характеризуется формальной, не характеризует формальность состава, так как формальных составов последствий не предусмотрены. Развивая эту мысль, можно прийти к выводу, что неосторожная форма вины может быть только в уголовных правонарушений с материальными составами, а в формальных составах отсутствует. Такое положение создало бы предпосылки для ненаказуемости за уголовные правонарушения с формальными составами, совершенным при неосторожной форме вины. Это пробитило бы обстановку незаконного освобождения от уголовной ответственности за эти деяния. Что касается общественно опасных последствий, при неосторожной форме вины формальных составов уголовного правонарушения, то не вплетается в само деяние и содержится в нем в форме нарушения интереса состояния правоохраняемых объектов. Неосторожность может быть в виде самонадеянности, преступной легкомыслией, и в виде небрежности. Самонадеянность, согласно статье 2 ст. 21, характеризуется тем, что лицо, совершившее уголовное правонарушение по неосторожности, предвидело возможность вступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных тому оснований, легкомысленно рассчитывало на их предотвращение. Из законодательного определения усматривается, что при преступной самонадеянности лицо фактически осознает обстоятельства своего деяния, развитие причинной связи, что действие или бездействие направлено на порождение социальных вредных последствий. Однако надеется на реальные факторы и обстоятельства, которые, по его субъективной оценке, могут предотвратить ожидаемые общественно опасные последствия. Однако этот расчет оказывается недостаточно продуманным, легкомысленным, без достаточных оснований. Например, мотоциклист, однозначно развивая большую скорость, полагал, что он в любой момент может легко затормозить и избежать несчастного случая. Однако тормоз отказал в нужный момент. Мотоциклист избил проходившего улицу прохожего и причинил вред его здоровью. Мотоциклик предвидел возможность вступления указанных последствий, но без достаточных тому оснований, легкомысленно рассчитывал их предотвратить. Он проявил самонадеянность. Самонадеянность таким образом характеризуется наличием предвидения общественно опасных последствий своей деятельности, наличием легкомысленного, без достаточного основания расчета их предотвратить. Преступная самонадеянность по интеллектуальному моменту имеет некоторое сходство с интеллектуальным моментом прямого и в особенности косвенного умысла. В обоих случаях виновны предвидеть наступление общественно опасных последствий своих действий и бездействий. Однако характер предвидения при этих формах существенно различается. При умышленном совершении уголовного правонарушения преступник четко предвидит конкретные последствия своих действий. При самонадеянности преступные последствия предвидит в общей абстрактной форме. Виновны предвидеть, что совершаемые ими действия и бездействия вообще могут повлечь в свое общественно опасные последствия, но полагают, что в данном конкретном случае эти последствия не наступят. Волевой момент при самонадеянности характеризуется тем, что лицо без достаточных тому оснований легкомысленно рассчитывает на предотвращение общественно опасных последствий своих действий и бездействий. Расчет виновного на предотвращение вреда последствий своего деяния предполагает всего всегда расчет на реальные конкретные обстоятельства, которые должны, по его мнению, предотвратить наступление последствий. Поэтому самонадеянность отличается от косвенного умысла и волевым признаком. При преступной самонадеянности лицо стремится предотвратить наступление общественно опасных последствий, исходя при этом из конкретных обстоятельств. В косвенном умысли лицо в лучшем случае надеется на счастливое стечение обстоятельств, в силу которой общественно опасные последствия не наступят и не принимает никаких действий для их предотвращения. Преступная непрежность, согласно части 3 статьи 21 Уголовного кодекса Республики Казахстан, определяется тем, что лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий и бездействий, хотя при должной внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Из законодательного определения преступной непрежности усматриваются следующие основные признаки. 1. Непредвидение лицом возможности наступления общественных последствий своего действия или бездействия, наличие обязанностей и возможности лица предвидеть эти последствия. 1. Непредвидение лицом возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, непрежность отличается от умыслов прямого или косвенного и самонадеянности. Вторым моментом – наличие обязанности и возможности лица предвидеть эти последствия. Небрежность отличается от всякого невиновного причинения вредных последствий, за которые лицо не подлежит уголовной ответственности. Для восстановления наличия вины в форме преступной небрежности имеет весьма важное значение решение вопроса о том, чем следует руководствоваться для определения того, что лицо должно было или могло предвидеть общественно опасные последствия своего действия. Теория уголовного права и судебная практика по решению этого вопроса пользуются двумя критериями – объективным и субъективным. Объективные критерии преступной небрежности заключаются в том, что возможность предвидения наступления общественно опасных последствий признается тогда, когда при данных обстоятельствах, оказавшихся в аналогичной ситуации любой другой, человек должен был предвидеть эти последствия. Объективные критерии исключают учет индивидуальных обстоятельств лица и не могут дать ответа на вопрос, была ли реальной возможностью данного лица предвидеть возможность наступления вредных последствий своего деяния. Поэтому объективные критерии необходимо рассматривать в тесной связи с субъективным критерием. Субъективные критерии преступной небрежности заключаются в том, что возможность предвидения наступления последствий признается тогда, когда и при данных обстоятельствах данное лицо с его индивидуальными способностями, развитием и квалификацией могло было предвидеть наступление последствий. Субъективные критерии исключают возможность объективного обвинения, поэтому уголовное право придает решающее значение к субъективному критерию. В субъективную сторону уголовного правонарушения, наряду с обязательным признаком виной, также следует отметить, что входит мотив из цели уголовного правонарушения, поскольку прямое указание на мотивы содержится не во всех конкретных составах уголовного правонарушения. Уголовного правонарушения, особенно частью уголовного кодекса, эти признаки являются факультативными. Мотив уголовного правонарушения – это внутреннее побуждение, которым руководствовался субъект при совершении уголовного правонарушения. Мотивы могут быть самыми различными – корость, месть, зависть, ревность, карьеризм, хулиганские побуждения. Уголовное правовое значение мотива уголовного правонарушения может быть различным. При конструкции отдельных составов уголовного правонарушения мотив вводится как обязательный признак состава уголовного правонарушения. Так, например, в составе уголовного правонарушения предусмотрено пунктом 9 части 2 статьи 99 УК РФ Казахстан обязательным признаком является мотив на речи хулиганских побуждений, когда речь идет о таких преступлениях, где обязательным признаком их субъективной стороны является тот или иной мотив отсутствия требуемого мотива при совершении виновным деянием. Это означает либо отсутствие состава преступления вообще, либо наличие другого состава уголовного правонарушения. Но и в тех случаях, когда мотив не предусмотрен в качестве обязательного признака субъективной стороны того или иного состава уголовного правонарушения, то есть является факультативным признаком, выявление мотива совершения совершенного преступления имеет большое значение для определения степени общественной опасности деяния и степени общественной опасности лица, совершившего преступление. Тот или иной мотив может быть либо отягчающим обстоятельством, либо смягчающим обстоятельством при определении наказания виновного. Мотивы очень важны для практической работы. Устранение этих мотивов может также предотвратить общественно опасные поступки. Отдельные составы уголовного правонарушения сконструированы таким образом, что субъективная сторона их предполагает не только наличие вины в форме умы, но и специальной цели совершения уголовного правонарушения. В психологии под целью понимается то будущее, которое желает человек, к которому он стремится достичь своей деятельности. Поэтому цель объединяет в себе представление о желаемом будущем и активную устремленность к нему. Целью уголовного правонарушения следует считать то, что хочет достичь лица, к чему стремится при совершении общественного опасного деяния. Для одних составов уголовного правонарушения она является обязательным признаком субъективной стороны, для других находится за пределами состава. В качестве обязательного признака целью названа во многих составах уголовного правонарушения. Например, состав уголовного правонарушения против основ конституционного строя и безопасности государства. Статья 175 Уголовного кодекса «Государственная измена», где цель – подрыв или ослабление внешней безопасности и суверенитета. Статья 192 Уголовного кодекса «Разбой» – цель завладения имуществом. Статья 231 Уголовного кодекса «Фальшивомонечество» – цель – сбыта. Статья 241 Уголовного кодекса «Фальшивомонечество» Месть – цель юждоноса, желание привлечь к уголовной ответственности лица в отношении которого учиняется ложный донос. Двойная сложная форма вины В Уголовном кодексе Республики Казахстан имеется ряд уголовных правонарушений, при совершении которых возможно наличие одновременно двух форм вины – умысла и неосторожности. Такое сочетание форм вины в одном и том же уголовном правонарушении именуется в литературе смешанной, двойной, либо сложной формой вины. Длительное время проблема двойной формы вины обсуждалась лишь на теоретическом уровне, и только Уголовный кодекс Республики Казахстан 1997 года закрепил это понятие. В статье 22 Уголовного кодекса Республики Казахстан доно понятие двойной формы вины в следующей редакции. Если в результате совершения умышленного уголовного правонарушения причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание, и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможности их наступления, но без достаточных тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно и могло было предвидеть возможность наступления этих последствий. Цена такого уголовного правонарушения признается совершенным умышленным. Введение в Уголовный кодекс Республики Казахстан данной нормой было обусловлено необходимостью четкого разграничения умышленного или неосторожных преступных деяний в ситуации, когда субъективные признаки одного преступного посягательства одновременно характеризуются двумя формами вины. Например, изнасилование, повлекшее по неосторожности смерти потерпевшей, незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей и другое. В уголовном правонарушении с двумя формами вины является, например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, часть 3 статья 106 Уголовного кодекса, принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов или тканей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей или иные тяжкие последствия, часть 3 статья 116 Уголовного кодекса Республики Казахстан, похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей или иные тяжкие последствия, часть 3 статья 125 Уголовного кодекса Республики Казахстан и другие. Во всех подобных случаях умышленные деяния лица вызывают в жизни такие процессы, развитие которых помимо воли лица причиняет более тяжкие последствия, чем те, которым оно стремилось. Следователем, двойная сложная форма вины используется законодательством при конструировании отдельных составов уголовного правонарушения для того, чтобы вполне установить психическое отношение лица не только к деянию, но и к последствиям, причем как к близлежащим непосредствиям, так и отдаленным, если таковые наступили. Рассмотрим второй вопрос нашей лекции Невиновное причинение вреда С вопросом о небрежности тесным образом связан вопрос о невиновном причинении вреда, исключающем уголовную ответственность за совершенное лицом деяния. Уголовный кодекс 97 года впервые из специальной нормы выделил вопрос о невиновном причинении вреда как обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Согласно части 1 статьи 23 Уголовного кодекса Республики Казахстан, деяние признается совершенно невиновным, если действия или бездействия наступившие общественно опасные последствия не охватывались умыстом лица его совершившего, а уголовная ответственность за совершение такого деяния и причинение общественно опасных последствий по неосторожности уголовного кодекса в ней предусмотрена. Первый вид невиновного причинения вреда предусмотренной частью 1 статьи 23 Уголовного кодекса Республики Казахстан, в связи с своим существованием обязан положение, закрепленное в части 4 статьи 19 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которое устанавливает, что деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением только в случае, если это специально предусмотрено соответствующей статьей, особенно частью Уголовного кодекса. Поэтому в случае, если лицо действует неумышленно, а ответственность за неосторожное совершение этих действий в Уголовном кодексе не предусмотрена, имеет место невиновной причине вреда. Так, например, законодатель не предусмотрел ответственность за причине легкого средней тяжелки вреда здоровья по неосторожности. Если причине такого вреда здоровья не охватывалось умыслом виновного, налицо невиновное причине вреда. В соответствии с частью 2 статьи 23 Уголовного кодекса, деяние признается совершенно невиновным, если лицо совершившее не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественные опасности в своих действиях или бездействиях, либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. Деяние признается также совершенно невиновным, если лицо предвидевшее при его совершении наступления общественно опасных последствий рассчитывало на их предотвращение с достаточными на то основаниями, либо не могло предотвратить эти последствия силы несоответствия с их психофизиологическим качеством, требованием экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. Таким образом, часть 2 статьи 23 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает две разновидности невиновного причинения вреда казуса. Данная рекламентация обусловлена тем, что субъективные признаки в случае казуса и преступления, совершенные по неосторожности, тесно соприкасаются, так как неосторожная форма вины в соответствии со статьей 21 Уголовного кодекса представлена двумя видами самонадеянности и непрерывности. В практической деятельности возникает необходимость разграничения в первых случаях казуса и преступления, совершенных по самонадеянности, и в случае казуса и преступления, совершенных по небрежности. При преступной небрежности лицо при проявлении должной внимательности и предусмотрительности должно и могло было предвидеть наступление общественно опасных последствий, а при случае казуса, согласно части 2 статьи 23 Уголовного кодекса, лицо ни при каких обстоятельствах не могло и не должно было их предвидеть. Например, по ходу пьесы один артист должен произвести выстрел в другого, помощник режиссера по ошибке зарядил револьвер, из которого был произведен выстрел не холостыми патронами, а патронами с пули. Артист стреляет из данного ему револьвера, не подполагая, что он заряжен и убивается его товарищем. Убивший не подлежит уголовной ответственности, потому что он не предвидел и по обстоятельствам дела не мог предвидеть данный момент совершения своих действий, реальной возможности смерти другому лицу. Не предвидел и не мог предвидеть, что в действительности наступит подобный результат. В приведенном примере отсутствует вина лица, потому что нет никакой психической связи между действием лица и наступившим результатом, так как в данных конкретных действиях у лица не было реальной возможности предвидеть последствия этих действий. Поэтому нельзя согласиться с Кириченко, который определяет случай как особую форму психического отношения лица к своим поступкам, к их последствиям. В действительности о случаях характеризуется не особая форма психического отношения к последствиям своих действий, а отсутствие какого-либо психического отношения лица к наступившим последствиям. Рассмотрим третий вопрос нашей лекции о юридической и фактической ошибке и их влиянии на ответственность. Совершая уголовное правонарушение, виновный не всегда может точно представить себе развитие событий уголовного правонарушения, причиной связи между деянием и последствием, а также другие обстоятельства уголовного правонарушения. Не всегда знают о наказуемости преступления, квалификации и сроках наказания. Принцип субъективного мнения требует оценки не только истинных, но и ошибочных представлений о характере совершаемого в деянии и его социальных значениях. Ошибка является специальной формой психического отношения субъекта, совершаемого в деянии и его последствиями, и поэтому рассматривается при освещении вопроса о субъективной стороне состава уголовного правонарушения. В уголовной законодательстве Республики Казахстан нет специальных норм, регламентирующих вопрос уголовной ответственности при наличии ошибки, поэтому понятие ошибки и ее влияние на уголовную ответственность даны в теорию уголовного права. В уголовном правовой литературе понятия ошибки трактуются по-разному, так как Ериченко под ошибкой понимал неправильное представление лица относительно общественной опасности совершенного им деяния и о тех обстоятельствах, которые являются для него существенными, будучи элементами соответствующего состава преступления. Да, Гильда, Циутевский и другие авторы под ошибкой понимают неправильное представление лица о юридических или фактических свойствах и последствиях совершаемых действий. Также ошибка определяется как неверная оценка лицом, совершившим преступление своего поведения, его последствия или фактических обстоятельств дейного. Кондрашев добавляет, что это заблуждение лица относительно характера и степени общественной опасности совершенного им деяния и его противоправности. Таким образом, подавляющее большинство авторов подразделяют ошибки на юридические и фактические. Юридическая ошибка представляет собой заблуждение лица в отношении существующего законодательства, неверное представление лица о наказуемости совершаемого им деяния, обусловленного незнанием уголовного закона или иного нормативного акта, либо о ложном понимании его смысла, равного заблуждениям относительно характера, противоправности деяния, его квалификации, вида и размера наказания и иных правовых последствий задеянного. Другой вид юридической ошибки заключается в том, что лицо, совершая наказуемое деяние, ошибочно считает его преступным. Такая ошибка исключает уголовную ответственность из-за отсутствия уголовно-правовой нормы, которая была бы применена за и совершенное деяние. Например, лицо же обычно полагает, что совершает преступление, спекуляцию, скупая и перепродавая по более выгодным ценам товара. Юридическая ошибка может оказаться также видов и размеров наказания за конкретное преступление. Во всех этих случаях такая ошибка не имеет значения, она никак не влияет на ответственность, поскольку вид и размер наказания не являются признаками элемента состава преступления. Фактическая ошибка представляет собой заблуждение лица относительно фактических обстоятельств статейного. Для уголовной ответственности существуют не любые фактические ошибки, а лишь те, которые относятся к элементам состава преступления. В уголовном праве различают следующие виды фактических ошибок. Ошибка в объекте посягательства, ошибка в характере действий или бездействий, ошибка в развитии причинной связи между деянием и наступившим результатом, и некоторые другие виды ошибок. Ошибка в объекте означает неверную оценку лицом социального и юридического задержания, охраняемого уголовным законом общественных отношений, на которые осуществляется посягательство. Именно с иными словами, ошибка в объекте заключается в том, что лицом в следствии своего заблуждения совершает посягательство не на тот объект, на который направлен его умысел, а на другое. В уголовно-правовой литературе также выделяются различные виды ошибок в объекте. Так, например, Коржанский различает ошибка в родовом или непосредственном объекте посягательства. И Акушин предлагает выделить ошибку в объекте посягательства относительно качественной характеристики сферы числа общественных отношений. Ошибка в объекте не оказывает никакого влияния на форму вины и на квалификацию преступления в тех случаях, когда объекты посягательства в задуманном или фактическом выполненном деянии являются юридически равноценными. От ошибки в объекте следует отличать ошибку в предмете уголовного правонарушения. Под ошибкой в предмете следует понимать неверное знание, полученное лицом под влиянием в заблуждение относительно объективных качеств, свойств принадлежности и юридического значения предмета преступления. При ошибке в развитии причинной связи лицо неверно представляет процесс, соединяющий деяния и общественно опасные последствия. При этом подразумевается, что виновный должен сознавать общие закономерности протекания данного процесса. Сказанное означает, что от виновного вовсе не требуется, чтобы он сознавал все детали и особенности развития причинной связи. Теория уголовного права и судебная практика исходит из того, что сознанием виновного должны охватываться лишь наиболее общие закономерности развития причинной связи. Другой вид ошибки состоит в том, что лицо известен. Один ход развития причинной связи, но этот ход развития изменился по другим причинам, вследствие чего преступный результат не наступил. Например, преступник поджег дом с целью его уничтожения, но огонь был своевременно замечен, пожар потушен, дом спасен. Преступник должен отвечать за покушение на умышленное уничтожение имущества. К разновидностям ошибки в характере действия относятся также ошибка в средствах совершения преступления, характеризующая тем, что лицо для достижения преступного результата по ошибке использует такие средства, которым по объективным средствам не способны вызвать наступление желаемого виновного результата. Тогда имеет место использование негодных средств, например, выстрел с целью убийства из неисправного оружия и ошибочная надача вместо яда вещества, не содержащего яд. В указанных случаях ответственность должна наступить за покушение на убийство, так как ожидаемые виновные последствия не наступают. При ошибке в средствах возможна и такая ситуация, когда для совершения преступления по ошибке было использовано другое, но не менее пригодное средство. Например, преступник полакал, что стреляет потерпевшего из пистолета. Система Браунинг в действительности был использован в пистолете системы Вальтер. Такая ошибка в средствах не имеет значения для наступления ответственности. Ошибка в использовании в средствах может быть и другого характера, когда лицо, не имея намерения совершить преступление, использует по ошибке такое средство, которое приводит к наступлению общественно опасного последствия. Например, медицинская сестра, давшая больному вместо лекарства и давитого вещества, в результате чего наступила смерть больного, несет ответственность за неосторожное преступление по части 1 ст. 317, если она могла и должна была предвидеть возможность наступления такого последствия. Кириченко предлагал выделить две группы негодных средств, негодные в силу объективных особенностей данного конкретного случая, являющиеся вполне годными в других случаях для причинения результата. Например, огнестрельное оружие не может поразить цель на расстоянии, на котором пуля теряет свою бойную силу, и негодные в силу объективной неспособности при любых условиях причинить преступный результат. Поваренная соль, как средства для отравления. Абсолютные и относительно негодные средства выделял профессор Дурманов. Подводя итог рассмотрения данного вопроса, следует отметить, что большое разрешение в законе проблем и юридической и фактической ошибки имело бы большое значение для единообразной судебной практики и индивидуализации уголовной ответственности и назначения справедливого уголовного наказания. Подводя итог лекции, следует отметить, что важнейшим принципом уголовного права является установление ответственности только при наличии вины. Этот принцип четко сформулирован в статье 19 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Лицо подлежит уголовной ответственности только в статье общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена вина. Правильное установление субъективной стороны уголовного правонарушения формы вины, мотивов и целей совершения преступления имеет большое значение и позволяет отграничить преступное поведение от неприступного, точно квалифицировать уголовное правонарушение, отграничить друг от друга сходные по объективной стороне уголовного правонарушения, определять степень опасности лица, совершивших преступное деяние, индивидуализировать наказание. В связи с этим большое практическое и теоретическое значение имеет рассмотрение вопросов, характеризующих субъективную сторону состава уголовного правонарушения. Необходимо отметить теоретическую и практическую значимость, уголовную ответственность, выражающуюся в том, что в ней отражается весь процесс привлечения лица за совершенное уголовное наказуемое деяние, предусмотренное Уголовным кодексом Республики Казахстан. Благодарю всех за внимание. Лекция окончена.